Предупреждение. Данная программа содержит сцены курения. Минздрав Российской Федерации предупреждает. Курение опасно для вашего здоровья. Город почти выдержал удар тайфуна Гони. Непроходимыми остались лишь несколько улиц. Подготовку Владивостока к встрече тайфуна Гони можно считать успешной. Лишь несколько улиц города оказались проблемными для водителей. Причем в этот недлинный список не вошли традиционно затопляемые Луговая, Тигровая и Воропаева. Но появились новые. Так, на улице Калинина в районе торгового центра Зеленый остров ливневая канализация не справилась с поступающей водой. Улицу основательно затопило, причем лишь одну половину. Машины, чей клиренс был выше среднего, не без труда, но преодолевали водную преграду. Те, что принято называть пузатерками, рисковать даже не пытались и объезжали проблемный участок поверху. Во избежание заторов, вызванных заглохнувшими авто на месте, постоянно присутствовали спасатели. Мощные полноприводные зилы пожарных готовы были прийти на помощь в любую минуту. Вторым проблемным участком стала Снеговая. Море здесь обычное дело, даже если разговор идет о несильном дожде. Что уж говорить, когда причина подтопления настоящий тайфун. Для водителей такая дорога – повод сбросить скорость и подумать о близких. Некоторые очень тихо, и вон там, на том углу, открытый люк постоянно, они садятся и проваливаются колесами. Я хочу сказать, чтобы ездили очень аккуратно и не давили там под сотку, потому что здесь очень плохое движение, особенно в такую погоду. Пускай ездит аккуратно и думает не только о себе, о своих близких и родных.